Глава Чечни выступил с очередным резким заявлением по Украине. В этот раз Рамзан Кадыров допустил применение ядерного тактического оружия, отметив, что это тот вариант развития событий, который он предложил, если бы его спросили. Если хоть один наемник будет на Украине, то мы даже под тактический ядерный удар сделаем по определенным точкам, чтобы не шутили с нами. В том же видеообращении Кадыров назвал главные военные цели – захват Донецкой и Луганской областей. Украинские власти ожидают, что армия России начнет наступление в этих направлениях уже на этой неделе. Военные аналитики называют битву за север и юг Донбасса решающей для исхода всей войны. Кадыров, ссылаясь на знания позиций президента России Владимира Путина и военного командования, утверждает, что наступление возобновится и на других направлениях, в том числе на Киевском. Отвод российских войск оттуда он назвал непоняткой. Бывают в военной стратегии и такие моменты, заявил глава Чечни. На видео Кадыров также дважды показал карту Мариуполя, на которой, как он утверждает, обозначены все боевые точки. Глава Чечни якобы лично занимается планированием наступления. В Украине подчиненные Кадырову подразделения называют тикток войсками. По данным Киева, кадыровцы в основном занимаются тем, что запугивают население и снимают постановочные видео. На днях в телеграм-канале Рамзана Кадырова появилась новая информация о том, кого из республики посылают в Украину в качестве добровольцев. Одним из них, например, стал брат живущего в Турции Хасана Халитова, критика главы Чечни. Перед предполагаемой отправкой на войну, родственник оппозиционного блогера заявил, что едет воевать ради Всевышнего и произнес на камеру «Ахмат Сила». За несколько дней до этого Халитов предупредил, что его брата силой забрали из села Закан-Юрт. Другой доброволец, об отправке в Украину, которого заявил Кадыров, это Руслан Чахкиев. Будучи подростком, он воевал за непризнанную Ичкерию, затем был осужден за взрывы во Владикавказе и до публикации главы Чечни о нем считался погибшим. СМИ писали, что его застрелили в 2008 году при попытке бегства. Сам Кадыров, комментируя видео с Чахкиевым, заявил, что тот в детстве сражался за родину. Так он назвал Ичкерию, защитники которой воевали против федеральных сил. Критики главы Чечни усомнились, что Чахкиев, учитывая его прошлое, отправился воевать на стороне российской армии добровольно. Ранее командир защищающего Украину добровольческого чеченского батальона Адам Осмаев в комментарии для «Кавказ Реалии» заявил, что Рамзан Кадыров посылает на войну всех, кого может, в том числе инвалидов и провинившихся в чем-то прежде. Подписывайтесь на «Кавказ Реалии», чтобы быть в курсе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok